и снова здравствуйте блендер 2 81 продолжаются конспекты продолжаются эксперименты и в этом ролике давайте рассмотрим именно сферу и латик и кости вот погнали нажимаем delete убираем куб заходим в этот находим наш находим так ю и сферу единица на нампаде н панели скрин каски н панель здесь вот теперь видимость нажимающий клавиш нажимаем это подключаем латик и жмем с английскую тянем все это дело побольше вот так наверно где-то вот таким вот образом что теперь делаем заходим в настройки латика добавляем ребра много не будем но так вот хватит теперь идем в edit mode находим вершину нажимаем f красные буквы fn на ноутбуке и f3 а так f3 просто и находим hook to new object у кого не появляется то пишем вот такая вот высветится окошко и пишем по-английски hook и находим hook to new object вот этот появляется вот такая empty мы давайте посмотрим что она делает именно с одной поработаем а так их можно ставить хоть на каждую вершину заходим теперь в object mode находим теперь настройки вот эти нажимаем на empty она вот появляется в этой скале есть теперь ее значок нажимаем на дисплей as и находим сферу вот такая сфера по прошлым роликом уже понятно почему она такая кто смотрел ну и вводим теперь 0.20 enter уменьшаем вот эту сферу до такого вида так теперь единица на нампаде и добавляем добавляем арматуру добавляем single bone теперь заходим во viewport display и star in front чтобы спереди ее было видно ну а теперь опять же нам нужно в edit mode уменьшаем теперь немного g вот так вот косточку поменьше было теперь выделяем косточку левая кнопка мыши shift d и теперь делаем дубликат вот таким вот образом теперь надо связать вот эту косточку и через shift вот эту жмем ctrl p keep offset ну и опять идем в object mode выделяем теперь эту сферу единица на нампаде поближе поставлю нажимаем shift s и находим курсор to selected вот теперь курсор появился в центре этой сферы выбираем теперь именно вот эту косточку заходим в edit mode выбираем ее и жмем shift s selected to cursor все вот теперь косточка стала на место центра где курсор так ну что нам теперь нужно сделать нам нужно теперь связать вот эту сферу вот с этой косточкой это нам поможет object mode выделяем косточку shift выделяем вот эту так сначала сферу и через shift выделяем косточку заходим в post mode и жмем ctrl p и сделаем это все чтобы это была кость одна вот вы видите что куб тянется все нормально вершина поднимается и так далее следом заходим опять же в object mode и нужно вот это вот сфере поставить этот модификатор и добавить именно латик выбираем косточку и заходим в post mode единица на нампаде жмем g вы видите опять же вершина поднимается но за собой не тянет именно вот этот латик смотрим джи все поднимается попробуем теперь именно зайти в object mode выбрать сферу найти add модификаторы так латик что-то дернулось в нем выбираем косточку заходим в post mode и попробуем тянуть вот вы видите что все тянется все замечательно все хорошо вот таким вот образом и можно сделать даже вот такую чашку если вы поставите несколько вот этих вот сфер латиков d то будет давайте посмотрим control z вот сюда давайте еще поставим один empty выбираем куб заходим в этот мод выбираем вершину жмем f3 и находим ход у нее кукту new опыт теперь заходим в год обжиг мод находим опять же настройки вот этого так сказать мт вот он ставим тут теперь сферу и ставим тут теперь 020 заходим теперь выбираем косточку заходим в edit mode выбираем вот эту вот косточку делаем shift d и вытягиваем ее вот сюда где-то так теперь соединяем через shift control p тип offset заходим теперь в обжиг мод опять выделяем вот эту сферу жмем shift с жмем курсор to selected выбираем косточку заходим теперь в edit mode выбираем эту косточку shift с selected to курсор опять обжиг мод выделяем сферу shift зажатую косточку заходим в post mode и выбираем теперь ctrl p бомб жмем g вот она тянется смотрим все нормально все хорошо так жмем теперь обжиг мод выбираем сферу и выбираем вот эти косточки жмем control p и жмем бомб что получается проверяем опять же в post mode post mode выбираем косточку g вот она начинает капризничать смотрим что тут не так смотрим как тут все себя ведет опять же назначаем этот модификатор латик смотрим что тут отсоединилось или нет выбираем post mode жмем control p бомб что-то дернулось g начинает двигаться но привязано к сфере заходим теперь в object mode выбираем теперь вот эту вот эту косточку и повторяем post mode ctrl п бомб все тоже что-то дернулась смотрим post mode проверяем ctrl-p-g вот теперь она тянет все нормально ctrl-z проверяем эту косточку g она тянет всю сферу почему так выбираем опять сферу и жмем на косточку жмем теперь посмотрим control и бомб проверяем теперь эту косточку не хочет она привязана к чему-то control-p-g вот теперь сработало надо нет а эта часть хорошо и тянет что-то этой косточке не дает и вот в чем тут фишка так g тянет вверх все нормально теперь нужно зайти в обжиг мод найти вот эту сферу и тут такая штука что вы должны теперь выбрать вот эту косточку потом выбрать опять же сферу выбрать другую косточку и вот так работает эта штукенция оказывается ос мод эту отключаем и жмем control-p-g вы видите теперь она тоже тянет теперь работают обе косточки вот так вот если выбрать две косточки control-p-g смотрим как работает они теперь если 2 их назначили вот теперь они работают шикарно вот так все это дело тут изменяется вытягивается такая штука так а попробовать если теперь обжиг мод выбрать вот этот куб и теперь попробовать его н панель немного скайл вот так или допустим вот так ну теперь можно делать какую-нибудь я не знаю штукенцию если больше опять же повторюсь добавить вот этих точек то могут получиться шикарные штуки вот так как то тут делать можно вот так вот и и водить если зайти теперь выбрать косточку зайти теперь в пост мод выбрать кость нажать д нажать д вот так и можно поставить можно вот так и попробуем теперь тут что она делает так control-z вот вот серы вот мы можем сделать значок на шею бойца так что еще можем сделать диск так ух ты граф цепилин Ну вот такая штукенция Все, всем пока, до свидания